Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как поменять антенну на вашем приемнике от вашей радиоаппаратуры. С этой проблемой встречаются многие пилоты, как я понял, по постам в тематических группах ВКонтакте. Впрочем, другие вопросы связаны именно с заменой антенны. Решил я тоже сделать такой вот видосик. Дело в том, что я на своем квадрокоптере уже порвал не одну антенну за все время использования. Как видите, сейчас здесь тоже вот такой вот огрызочек. Поменял я на какую-то, не помню, антенну, где-то нашел ее. Надо ее тоже будет поменять в ближайшее время. Какие все-таки последствия будут от плохой антенны? Дело в том, что если у вас неправильно отрезан, например, вот этот вот проводочек, который здесь находится на кончике, либо просто повреждена антенна, у вас очень сильно упадет связь. У некоторых падает до 50 метров. Конечно, это не дела. И если у вас повреждается антенна, в самом хорошем случае вы будете просто ловить ФЛСФ, и ваш коптер будет падать недалеко от вас. А в самом плохом случае, если у вас не настроен ФЛСФ, ваш коптер просто улетит. Такие случаи были, к сожалению. Менять я буду антенну на своем приемнике. На своем втором приемнике от Radiolink. Здесь тоже у нас огрызок от антенны, и его надо заменить. Покажу краткое видео, как это сделать правильно. Надеюсь, для вас она тоже будет полезна. Кстати, антенки я заказывал в магазине Banggood. Там одна штука стоит примерно полтора доллара. Если вы покупаете 10 таких штук, то у вас получается примерно цена около 6 долларов. Если купончик там примените скидочный, то будет еще дешевле. Советую все-таки закупиться оптом. Как-никак, на миниках это достаточно хороший расходник. Как я и говорил, я уже порвал, наверное, 3 или 4 антенны за все время. То есть, достаточно часто это происходит, особенно при крашах. На Radiolink придется все-таки паять. Ну что ж, давайте к этому приступим. Для того, чтобы запаять наш разъем, нам понадобится вот такой вот флюс. Флюсы вы видели уже раньше во многих моих обзорах по пайке. И такой вот микропаяльник. Я думаю, займет это буквально всего лишь пару минут. Оставил центральную жилу и зачистил ее. Сейчас мы ее немножко промажем оловом. И зачистил оплетку. Это у нас будет земля. То есть, нам нужен и центральная жила, и оплетка. Сейчас я... Снимем старую с нашего приемничка. Вот, здесь, как видите, у нас есть два места. Сюда мы паяем с краю землю. Это оплетку посередине. Мы впаиваем центральную жилу. Сейчас мы этим займемся. Сейчас прямо-таки предчувствую, что некоторые начнут писать в комментариях, что я рукожоп, и руки у меня растут из одного места. При такой кривой пайке. Но, в принципе, этого будет достаточно, чтобы ваша антенна работала без проблем. Антенна стала, можно сказать, как своя. Как ротная. Сейчас мне это все надо поместить. Татный корпус от R9D. К сожалению, сейчас я не смогу проверить эту антенну, так как этот приемник будет использоваться в летающем крыле, который я буду собирать в ближайшее время. Ну что ж, ссылки я все оставлю в описании на эти антенны. Каждый из вас сможет посмотреть те антенны и выбрать, которые вам действительно нужны. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал. В ближайшее время будет еще много интересных видео по обзорам и распаковкам. Также полеты вас тоже ожидают. Всем спасибо, кто просмотрел это видео. Не забудьте подписаться. Желаю вам приятного настроения. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok